Первая такая очень камерная персональная выставка, зато совсем-совсем персональная, и сделанная на мое усмотрение мной самой, в отобранной вещи, не при заводе, и спасибо большое мне и Вадиму за то, что они предоставили мне эту возможность, спасибо, что вы пришли, спасибо за внимание к моему творчеству и моей личности. И если по ходу рассказов возникать какие-то вопросы, вы, пожалуйста, задавайте их сразу, чтобы как-то беседа протекала в каком-то русском интересном для вас, потому что я могу говорить много, но мне хотелось бы, чтобы это было интересно. Но, конечно, хочу предупредить еще, что я не совсем настоящий художник, в том смысле, что я посмотрела галерею клуба, открытого клуба, и, конечно, фамилии, которые я там встретила, ну, то есть ряд художников, которые они предлагают в своей галерее, конечно, это такой потрясающий уровень, такие замечательные художники, замечательные живописцы, а я отличаюсь от них тем, что я, конечно, абсолютно производственный художник. В прошлом году было 25 лет, как я работаю на императорском фарфоровом заводе, который все знают больше, как Ломоносовский, и никогда... Да, друзья, абсолютно такой прикладной художник, и, может быть, с этой точки зрения даже несколько оригинальный, то есть абсолютно не свободный, а такой плоти от плоти фарфора и завода. Вот, ну, я хочу рассказать, что я... Ну, не мечтала в детстве быть художником, по какой-то семейной легенде я все время рисовала, нарисовала я все больше, как все девочки-принцессы, мечтала, конечно, сайшен, стремилась к красоте, мечтала быть не космонавтом, но балериной, а потом, когда уже поняла, чтобы Лениной не стать, хотела быть учителем, наверное, тоже, как все девочки. И если бы не замечательные люди, замечательные учителя, которые попадались мне на жизненном пути, я бы, наверное, никогда не стала профессиональным художником, и как бы меня просто один замечательный учитель брал и переводил за ручку следующее учебное заведение, и таким образом я как-то дошла до Мухинского, и когда я там училась на третьем курсе, то к нам преподавать композицию, как раз у нас был производственный сервиз из фарфора, задание, и к нам пришел преподавать Андрей Вадимович Ларионов. Он в то время был главным тудожником на Ломоносовском заводе, и, конечно, благодаря тому, что мы имели счастье у него учиться, и он был проводитель мудро, который я делала из фарфора, он, я попала на завод, потому что когда уже в момент работы над дипломом, он предложил мне прийти работать после окончания института на завод. Я, конечно, очень растерялась, потому что, с одной стороны, я уже бывала на заводе, я там проходила производственную практику после первого курса, была по-честному на конвейере ставить щицы и выборщицы, значит, брала чашки и ставила их на конвейер для обжига, я как-то все это дело знала изнутри, очень уважала завод, почувствовала такой завод таким громадным, таким живым, таким слаженным организмом, такой махиной, таким монстром, таким мощным организмом живым. И на втором курсе нам преподавали роспись по фарфору, ну как-то все так, ну в общем, я тогда еще не понимала, что фарфор это, он станет моей судьбой. Но вот когда Андрей Владимирович предложил работать на фарфоре, то как-то я почувствовала какой-то такой, знаете, какой-то холодок, такого наметившегося жизненного пути, потому что я, может быть, не давала себе в этом отчета, но на самом деле фарфор материал, который вот мне был очень близок, потому что мне всегда казалось, что у меня немножко не хватает темперамента для работы с керамикой, вот с живой глиной, вот с таким живым каким-то очень подвижным материалом, такая аристократичность, такая какая-то холодность, фарфор, который можно воспринимать как белый лист изначально, то есть вот она, я почувствовала, что я смогу вот с этим, хочу с этим работать. Но я, конечно, очень растерялась и кокетничала и говорила, что я ничего не умею, это была чистая правда, потому что я уже во время работы на диплом познакомилась с художниками, которые тогда работали на заводе, это, конечно, потрясающий был, замечательный коллектив, и все имели уже такую яркую свою стилистику, такую яркую свою уже утвердившуюся индивидуальность, это были именно в фарфоре, в искусстве. И, конечно, я с трепетом относилась ко всем, когда пришла на завод, и, конечно, я очень переживала, и, то есть мы, нас взяли с Ниной Троицкой, и когда мы первый раз приходили там получать зарплату, мы очень стеснялись, что мало того, что нас сюда пустили, нам разрешают делать все, что мы хотим, еще и с деньгами приглашали, так что в силу неудобно идти и брать деньги, тем мы ничего еще не сделали, как-то это было так, это даже немножко, немножко стыдно. Вот, еще во время работы над дипломом, кроме того, что, значит, вот я получила приглашение Андрея Владимировича, случилось еще одно очень важное, эпохальное событие в моей жизни, я познакомилась с Инной Соломонной Олевской, и не просто даже познакомилась, а как-то мы как-то с ней, как-то, можно сказать, наверное, подружились, и когда меня взяли на завод, она пригласила меня сесть к себе в мастерскую, и поэтому, конечно, первая, ну, не то, что первая, а вообще целый просто кусок жизни прошел под влиянием таким творчества Олевской, вот первые вот три кадра слайд-шоу, совершенно явно это видно, вот это первые мои работы, сделанные на заводе, это вот тарелка такая вот, которая, по-моему, явно совершенно чувствуется влияние, это все же какие-то такая живопись, которая цветная, претендует на какую-то красоту моста, то есть я еще ничего этого не умела, но мне очень хотелось вот как она, чтобы так ярко, так сочно, так красиво ты, так чтобы много пятен, вот эти рыжеволосые женщины, белые цветы, синие ленты, такое мера докаданца какого-то, вот, и следующий кадр... Смотрите, следующий кадр... Вот я хочу сказать, что уже теперь я так, конечно же, совершенно не умею, и даже когда я смотрю на эти вещи, они, конечно, мне кажутся большими намечают, чем мои, и потому что я абсолютно разучилась так писать. Вот и следующий кадр, это вот пробник к первому сервизу, который я сделала на фарфорумном заводе, который... Это 87-й год, сервиз назывался Джонатан, но это как бы не окончательная его версия, а такая... Один из пробников, и он был как бы выставлен на фудсовет, впервые, то есть это моя первая работа, которая была представлена на фудсовет, это было тогда очень серьезное, очень важное событие, и как-то так по-доброму ко мне отнеслись, в общем, спасибо им большое. Но вот на этом такой активный период московой живописи, в общем, закончился, и даже по следующим работам уже видно, что как-то я стала нащупывать свою линию, которую вот сейчас... Вот это вот следующий сервиз, который сейчас оказался в коллекции Эрмитажей, даже выставлен в советском зале, он называется Томино, то есть тут совершенно... Так, Максим, пока остановитесь. Значит, он, ну такой, то есть уже такая... Нашлась какая-то графичность, то есть пятно, и цвет, который превратился просто в локальное пятно, и какая-то тонкая линия в сочетании с пятном, и работа идет, ну, как-то, как мне кажется, все время, и до сих пор с каким-то просто белым фоном, пятно, и фон, и линия, и белая. Вот, и когда мне говорят, что вы такая разная, что вас не возникло следующий кадр... А формы-то тоже ваши? Нет. И формы, вот эти все формы, которые были, ну, вот предыдущий сервиз, это форма Сорокина, это форма Яковлева, очень старая, и 60, наверное, лет, форма молодежная. То есть про форму я потом скажу еще один. Вот эта вот тема, которая была, ну, как-то так нащупана, и до сих пор очень востребована, когда я какие-то такие русские такие веселые картинки а-ля улыбок посадила на фарфор. Ну, то есть вот для меня это продолжение той же работы с фарфором, то есть когда просто-напросто я работаю с количеством белого и цветного. Ну, то есть, конечно, совершенно другая тематика, но вот я говорю, что я, например, мне трудно оправдать разнообразие тем, потому что для меня это все время как бы работа белого и цветного пятна. И вот так вот несколько линий, так и продолжается, так как бы я над ними работаю до сих пор. И вот как бы лубок, который до сих пор очень востребован и теперь очень востребован в Москве, этот сервис очень быстро продается в магазине на Кутузовском, то есть вроде бы как бы мы в Петербурге уже и немножечко наелись, и теперь в Москве даже не успевают его как-то вставлять, потому что его покупают быстрее, чем подвозят из Петербурга. Ну, как бы, слава Богу, мне это очень-очень приятно. Вот. Но, наверное, можно дальше. Ну, это из коллекции Вадима и Нины Тарелки, но вот это вот та же самая тематика, но просто уже, как они, я не знаю, лет 10, наверное, да, не сказать, что свежие, но это тоже как бы немножко другой колорит, но вот как бы продолжение той же самой темы. И дальше, где-то в 2000 году Сергей Русаков сделал новую форму, она называлась «Баланс», она очень отличалась от всех форм, которые мы привыкли пользоваться на заводе по 50-60 лет. И вот тут вот у меня возникла просто так новая тема, которую тоже до сих пор я как-то тяну в своем творчестве, и здесь даже некоторые вещи присутствуют. Это тема, которую я называю, для себя называю таким, общем, словом «тайм», потому что вот сервис черно-белый, созданный в такой черно-белой графической манере, он первый вот этот вот сервис назывался «тайм», то есть время. То есть тут на самом деле как бы меня само поразило, что казалось бы такая скупая, монохромная, геометрическая орнаментика, но мне почему-то, я вижу за этим какой-то абсолютно четко возникающий образ. То есть для меня, например, что русские картинки, что вот эти черные стрелки, то есть мне кажется, что ну мне одинаково интересно работать и с тем, и с тем. Как-то недавно вот очень было интересно, значит, по телевизору я услышала такую фразу, что детей, у нас есть такая программа Art TV, вот значит, детей опрашивали, им показывали живописи аваргардную и спрашивали, ну то есть мнение детей, что это такое. Вот показали черный квадрат Малевича ребенку, и он сказал, что это такое, спросили, он сказал, это занавес, а спросили, а что за ней, он сказал, все цветное. Ну, я примерно предполагаю, я бы так гениально не сказала, но вот это примерно то же самое, когда, в общем, не нужно цвета, когда, ну как бы, сочетание линии, какой-то черного острого пятна, как бы, вот уже достаточно для того, чтобы передать какой-то образ. Но вот этот, значит, этот сервис, он мне был очень приятен, потому что его помогало мне внедрить в производство Тамара Кудрявцева, которая была тогда начальником отдела Эрмитажа музей фарфорового завода, правильно, да? Все сразу. Она очень хотела, чтобы этот сервис внедрили в производство, потому что она очень, очень хотела подарить ему на свадьбу сына, и вот благодаря ей, как бы, он пошел, и, слава Богу, он внедрился. Этот сервис, и следующий вот кадр, сервис, это все еще тайм, а еще, и вот второй такой же его, как бы, такой побратим, называется угол отражения. И мне было очень приятно, потому что я потом много раз находила в журналах, то есть, когда люди совершенно не... то есть, авторства у этого сервиса нет, это достаточно был дешевый сервис Ломоносовского фарфоровых завода, то есть, нигде не написано было, что автор этой росписи Юлия Жукова, но мне было приятно, что я очень часто видела его в журналах, там, архитектура дизайна, то есть, там, посвященный конструктивизму, вдруг раз всплывали эти предметы. Или, например, мне рассказывали, что была какая-то передача с Силой Новгородцем, и он говорит, сидел и пил из этого сервиса потом. То есть, я знаю многих людей, которых мне не безразлично, которые, не зная, что я автор этой роскости, купили его к себе домой. То есть, поэтому, конечно, я считаю, что это такой был пик моей производственной, такого взлета производственного чисто. И, конечно, мне кажется, что, ну, если бы побольше таких новых формах, и эта линия, конечно, не очень трудно продолжать на формах вот якобы, или таких вот этой банкетной, конечно, трудно представить себе такую роспись, например, на форме тюльпан, так всеми любого. И поэтому, когда возникают какие-то новые формы, более современные, то я продолжаю упорно тянуть эту линию. Вот сейчас, по-моему, следующие несколько кадров будут, ну, это угол отражения по-прежнему. Это тоже была серия тарелок. Были черно-белые чисто тарелки, они назывались тоже тай, и вот с цветными кусками, такими немножко напоминали они 60-е годы, такая, когда к черному присоединились такие чистые куски желтого, бирюзового, розового. Они, эта серия называлась джаз. Ну, это чайник Малевича, расписанный к выставке вокруг квадрата в том же, той же маниле. Вот новые формы, называются они Юкатан, это наш молодой художник Антон Лишинин. И вот это продолжение этой темы на новых формах. Ну, это фрагменты просто. Ну, и здесь представлено на форме Афанасиевой, вот такой вот черно-белый комплект, он называется тоже тайм, и там маленькое такое треущее, мне кажется, особое внимание на форме именно ревский, вот этот вот комплект, который называется «Давай закурим капиросы», «Смятая бумага», «Коробочек со спичками», вот он тоже называется тайм. Это на прекрасной форме Миши Сорокиной «Инверсия», сервиз, который называется «Кандинский лайм», линия Кандинского. Ну, и такая как бы уже совсем-совсем графика, ну, такая как бы не черно-белая, такая активная, а такие нежные, нежные, каких-то пастельных цветок, вот это два блюда, они выглядят из-за сутерки. Ну, это тоже абсолютная графика, то есть, графика тоже, как началось, это сервизо домино оранжевого с черным, вот какой-то итальянский мотив, который, ну, эта графика как-то так ложится хорошо, вот это вот совершенно другой колористической гамме, он такой розовый, нежный, с белыми металликами цветными и с разными оттенками «Пурпура», сервиз, который называется «Скерцем», тоже на форме Афанасьевой «Сатурн». с разных сторон, тоже в этом же, на тарелке называется «Кроновал и Ленинце», сочетание капальтовой какой-то подкладки и графики над Глазуровым, тоже блюда «Дель Артем» называются. Вот, когда Андрей Владимирович меня право на завод приглашал, я ему сказала, что «Андрей Владимирович, а что же я буду делать, я же ничего не умею и писать я умею только цветочки». Он сказал, как замечательно, потому что мне очень нужен художник, который будет современные цветочки писать, потому что были замечательные тогда мастера, и действительно, как бы цветочная тема была преобладающая в фарфоре. Но вот, к сожалению, вот это, вот скорее, этот, наверное, единственный сервиз с цветочками, который у меня получился за все время, и то он в производство, он не пошел, к сожалению. Это цветочки, но это заказ, это цветочки очень странные, это был заказ, и это очень-очень странная история, когда именно попросили чертополоха именно на чашке Наташи, мне казалось, что совершенно несочетаемая форма, и изображение, но вот получилось так, и получилось так неожиданно. Хорошо. Да, вот теперь я хочу рассказать про форму. У нас в 2002 году проходила такая замечательная акция, называлась она «Академия фарфора», когда на завод приглашались художники, известные в городе живописцы, графики, скольктора поработать на фарфоре с материалом. И тогда была возможность у меня сделать свою форму. Вот эта вот форма, которая на выставке в Манеже, она на юбилейной, я сделала тогда форму «Бутылка», «Подсвечник рыбы» и такая скульптура «Фрук». Это она на выставке в Манеже, конкретно этот вариант росписи называется «Ведопод на Неве». Как бы это три трубы «Вера, Надежда, Любовь» завода в Штилице и «Эльдины, плывущие по Неве». И варианты росписи этих бутылок, этих, вот одна форма бутылки была такая гладкая, вся композиция называлась «Дары», но у меня, к сожалению, здесь все эти предметы представлены в разных вариантах росписи, но вот такой фотографии, как это было на выставке в Эрмитаже, нет. И потом различные варианты росписи в своих бутылок, такие вот, и вот этот вот предыдущий комплект называлась «Золотой», такой пасхальный комплект, этот комплект «Красный» назывался, и вот следующий комплект назывался «Голубой», «Крещенский». Он тоже был в Кабальтовой выставке в Эрмитаже, «Цвет небесный, синий цвет». Вот это вообще на слайдах я хотела бы показать то, что принадлежит Золоте, то, что хранится в фонде наследия, потому что то, что выставленность есть, это как бы, ну, такие вариации примерно на те же темы. Программин. Ну, это вот эти вот фрукты, скульптура фруктов такой декоративной. На форме сар, которая вот здесь представлена с росписью «Аугуст», это прекрасная новая форма художника молодого Екатерины Сазоновой, это сервис на рождественскую тему, рождественская песня. Ваза Афанасьевой, вот как раз трапеция, которая здесь в черно-белой варианте росписи, это комплект, который, три вазовая форма Афанасьевой, называется «Белая ночь» и «Алюбия». Это, это вот здесь вот милианты последних работ. Честно говоря, я иногда, ну, вот немножечко попробовала себя в форме, мне иногда хочется почувствовать себя снова учеником детской художественной школы, тогда я беру и пытаюсь делать подглазурную живопись, потому что это такой совершенно неизведанный, просто потрясающий такой трепетный такой момент, потому что чувствуешь себя ребенком совершенно, как будто бы ты первый раз взяла у руки кисть, потому что материал ведет совершенно себя по-другому, это совершенно другая техника, которая, ну, как бы, диктует другой темп работы, другой ритм, какую-то другую точность. Вот, и это вот совсем недавно сделано, и мой, ну, и совершенно неожиданно, и для себя, и для всех моих коллег, и такие блюда, называются они «Прогулки в рейтинг-сад». Ну, вот, и я заканчиваю таким фрагментом абстрактным. Это фрагмент живописи, комплект называется тоже «Белая ночь палитра», был он сделан к листовке, посвященной белым ночам год назад. Ну, и я просто хочу сказать, что вот это вот, я специально хочу именно этим фрагментом, по-моему, там есть еще один, закончить свое слайд-шоу, потому что вот, как бы, сегодняшняя выставка, это как раз то, что это вот примерно то настроение, которое я бы хотела, чтобы передалось вам сегодня от моих вещей, то есть это как бы совершенно другое такое, другое чувство фарфора, другой подход фарфоровой живописи, уже совершенно лишенной какой-то такой традиционной литературности, и для меня тоже свойственной. То есть мне, я специально сделал для сегодняшней выставки всю эту коллекцию, то есть мне хотелось, чтобы вещи были очень легкие, воздушные, чтобы живопись была абсолютно абстрактной, то есть это такой просто набор нюансов, набор каких-то, ну, каких-то диапазон каких-то настроений, каких-то, многие, например, из них-то даже можно назвать какими-то месяцами, ноябрь, август, октябрь, июль, ну, то есть это какие-то такие вот нюансы душевной погоды, и, ну, моих отношений с фарфором, наверное, на сегодняшний день. Ну, а теперь я прошу задавать вопросы какие-нибудь. У меня всегда была невероятная, я всегда очень любила живопись, я очень долго не понимала этот предмет рисунок, и только к концу, к кончанию института я почувствовала вкус к рисунку, к рисованию. Вот всегда меня невероятно увлекала живопись, и моя невероятная давнишняя мечта – писать на холстик. Ну, я должна осознаться, что я ни разу, что с ними писала маслом, ни холстик. Но я мечтаю еще как-то уплатить эту мечту в жизнь. Да нет, это действительно другая история. Или как происходит этот процесс, вот, что художник создает какую-то форму, да? Наверное, какой-то художественный совет у вас есть, который утверждает, что это право предлагать, это расписать. Да, да. А дальше вот как? Вот это поступает в производство. Вот вы как, вот, единственный экземпляр сами саморучно рисуете? Как потом вот это серийно происходит? Серийно, ну, например, некоторые комплекты, вот, например, комплект «Золотой», который был такой, бутылка, блюдо, яйцо с золотым крестом, вот, малая серия выпускалась. Ну, то есть, скажем, это уже решает за нас маркетинг, что будет тиражироваться, а что не будет тиражироваться. А кто это тиражирует? Кто это тиражирует? Да. А, ну... Ну, то есть вы рисуете у кого первой, да? Да, я рисую. Да, да, да. А кто тогда? Ну, есть два варианта. Это у нас есть цех механизированной росписи, когда это все, когда весь декор превращен просто в деколь, переводную картинку, грубо говоря, когда просто-напросто под моим руководством делают эту картинку переводную, потом тиражируют сколько угодно. И второй варианта у нас есть цех ручного росписи замечательный, где все копируется вручную. Можно совмещать эти две техники. То есть, например, часть рисунка печатается, контур, вот как с этим сервизом лубочным, милой. То есть там печатают контур, вот три линии уйдут нарисованы, а потом вручную расписывают цветные пятна внутри контура. А этот единственный образец куда-нибудь варится? Хранится в фонде наследия, либо части, например, этих вещей повезло, и они, например, оказались в коллекции государственного ременкаша. Это все решает у нас, у нас вообще есть служба маркетинга на заводе, и они должны все это решать. Они как-то пытаются это решать. В силу маркетинга. Да. То есть художник, к сожалению, не участвует в этом процессе. Илья, расскажите, пожалуйста, как Вы создавали форму рыбы под свечником, чисто технологически, там, как это замысло, и вот дальше поэтапно. Чисто технологически это была просто пластилиновая модель, то есть я лепила и бутылку, и рыбу, и фрукты одновременно, то есть как бы я просто смотрела в пространстве эти три предмета, и это моя деятельность была такая, то есть я слепила это из пластилина. А дальше у нас, соответственно, есть прекрасные модельщики, они делают, снимают черналу форму, делают модель из гипса уже или из другого, как сейчас более современные материалы, и потом делают форму, из которой возможно как раз стиражирование литьем. Игусами отливают? Нет. А вот это специальные цехи? Да, модельные мастерские, литейные мастерские, где отливают. То есть причем у нас много и завода, это как бы большие модельные литейные мастерские, именно у нас в художественной лаборатории есть свои модельщики, свои литейщики, которые такие более, как бы, ну, то есть они такие, да, они такие мастера невероятные, что они сложные могут вещи делать, сложные формы, сложные формы отливать, крупные вещи отливать. В общем, это достаточно сложно, и я сама никогда... Ну, то есть на этапе обучения только в Мухинском училище можно что-то делать, а на заводе уже нет. То есть вы вот получаете вот эту вот модель уже после второго обжига, базурованную, и расписываете на базу на работе хирургана? Ну, примерно, да. Ну, то есть, конечно, когда модельщик работает над созданием модели, безусловно, что я участвую в процессе, то есть я смотрю, чтобы там модель не видоизменилась в процессе, как бы переведение в другой материал. Но вообще, в целом, конечно, да, это уже мастерство модельщика. Внимание. Она вас тут далеку упускает? Да, конечно. А у вас это соль, да? Эээ... Соль, лишь. Ну, приятно. Хорошо получил зиму. Нет, конечно, шикарно. Ну, все, предлагаю тогда посмотреть еще. А можно еще вопросы задавать? Я уже все... Давайте, вы не спросите, а что ли? Нет, я не знаю. По шуму, а что надо? Почему-то мы у всех сидим вообще тут-то. Нет, что скажем, хорошо у вас все получилось? Нет, пока нет. Нет, хорошо с культурой получилась. А, хорошо вы спросите. Да, я бы не оброшу. А я думал тебе просто черту подвела, чтобы хорошо. Нет, я бы не оброшу. Нет, я бы не оброшу. Что встреча на как-либо. Нет, все это роскошные. Конечно, да. Просто Юлия стала струнней, человекой. Да, ну, очень здорово. Нет, я с удовольствием расписала, действительно. Вот, благодаря Афанасиеву скульптуру и Эмферейров уносит громадное удовольствие. А я вдруг сейчас подумала, что на заводе я не расписывала. А вот когда тогда Таня Афанасиева расписывала, тогда помните, Еровкинские тоже там все расклады, там часы были тоже, только вот эта вот скульптура. Да, да, да. Больше не знаю. А почему? Не знаю. Не сложил. Не знаю, да. Вообще расписывается особо. Да, у вас кто-то определенное расписывается скульптура. Нет, ну, по-разному бывает. Например, тоже Афанасиев вроде не живописец по росписи скульптура, но нет, ну, как-то бывает по-разному. Не то, что с Аркейей не скажет, это просто отдельная наука, розничная. Нет, ну, например, есть анималистическая скульптура, такая классическая, да, для нашего завода. Мне не очень интересно ее расписывать, потому что это как подглазурные какие-то задувки с олями, красками. То есть она как живая должна быть. Мне, конечно, это совершенно... Наверное, если бы я попробовала, у меня бы получилось. Мне просто это не очень интересно, да. А вот какую-то скульптуру... Юля сама не придумывала скульптуру. Ну, вот скульптура фруктов у меня. Ну, а я так, другие. Нет? Я вот сейчас, сейчас дома, ну, не в смысле не дома, а послуживаю в Нормозадарных заводах, работаю над созданием новых форм. Но это, наверное, ну, все-таки это, наверное, не назовешь скульптурой, все-таки это, наверное, будут еще какие-то декоративные сосуды, может быть, шкатулки с какими-то лепными крышками. Но, конечно, я ни разу не слепила ее. И не хотелось? Хотелось. А что, не слепила я? Не знаю, пока не получилось. То же самое, Инна Соломонна мне сказала, что когда-нибудь захочется самой... Так, можете мне. А тебе не хотелось аппендицирку? Мне нет. А что не вызвала? Ну, это не по моей части. Ну, это твоя часть. Лепить не по ее части. Может быть, ну, можно. Да, что придет, когда я только начинала. И я все время расписывала, расписывала, расписывала. А она занималась уже тогда формой очень активно, такие красивые, у нее вангарные формы. И она говорит, когда-нибудь придет время, вам тоже захочется заняться формой. Я говорю, ну, наверное, не скоро. Ну, действительно, не скоро. То есть прошло много времени, пока мне захотелось. Да, Пушкин. Поездить просто. Да. Да. Да, да. Я действительно сюда хочется. И вы пришли на завод, там, несколько лет назад буквально. И там действительно работали, там, ну, такие заметные люди. Да. Ну, небольшое влияние Орецкий ощутимо. Да. Конечно. Но его избежать, насколько я понимаю, было практически невозможно. Да. А как же вам удалось-то не тут кого-то другого не попасть? Ну, Вадим. Ну, если вы считаете, что удалось не попасть, то мне это очень приятно. Мне кажется, что все равно как-то у нас такой, на самом деле, замечательный сложенный коллектив, мы сами того не подозреваем, как бы все время что-то друг у друга. Не то чтобы мы заимствуем так буквально, да, сознательно, но как-то мы это, да, мы общаемся и все время так или иначе как-то какие-то черты чужого творчества, свое узнаешь. Нет. Это такое все время идет постоянно. Я вам скажу так, что, ну, Джонатан, допустим, ну… Да, можно спутать. Можно спутать с кем угодно. Да. Ну, не с кем угодно, но может. А дальше-то у вас совершенно очевидный свой язык, и так, ну, так, ну, и ста легко ваша определяется. Это мне очень приятно слышать. Я не знаю, как это получается. Не знаю. Какие случаи? Нет, я правда не знаю. Но я вот уже рассказала свое кредо. Я себя считаю таким минималистом, то есть мне кажется, что вот я вот шла от такого как бы переизбытка цвета к полному минимализму колористическому. И точно так же… То есть вот это вот постоянная просто работа с каким-то вот… с белым фоном и пятном. Вот это то, чем я все время занимаюсь, и чем мне очень интересно всегда заниматься. Ну и, естественно, фарфор – это материал объемный, и поэтому еще существует… Выясняется, что существует не просто плоское блюдо, которое каким-то образом решает декоративно, но еще и как бы визуальный вот этот вот… Не пластический театр, когда ты, например, видишь сервисы, ты понимаешь, что предметы все в сервисе взаимосвязаны, что они взаимодействуют, что они должны как бы участвовать в некой какой-то пьесе, то есть они должны… Между ними какая-то должна быть какое-то натяжение, какая-то связь, какая-то драматургия, скажем так, в каждом сервисе. То есть это, конечно, очень интересно, когда вот чисто еще в пространстве решать вот эти вот предметы, чтобы все их стороны были… Как бы чтобы им было не скучно друг с другом, чтобы они подчеркивали красоту там соседнего предмета, чтобы они… Я, например, все время представляю, как они на столе, как они в руках, на какой они могут быть скатерти, какой вид из окна, какие обоины… То есть я все время в какие-то игры такие играю, когда, например, расписываю сервис. Я замечаю, что, например, когда я расписываю сервис как бы для себя, когда я, например, хорошо, четко понимаю адресность, для какого это события, для какого это настроения, для какого это времени года, для дачи или для праздничного стола… То есть вот эти вот сервисы потом, конечно, особой какой-то, такой длительной любовью покупателей пользуются. То есть они как-то, видимо, просто… Ну вот это вот настроение улавливается, попадает, и идет ответное какое-то чувство этой посуде. Ну, что мне, конечно, очень приятно, потому что я, опять же, повторяю, что я человек, что я производственный художник, конечно, нет для меня большей радости, когда я знаю, что вещи пользуются… То есть я, конечно… Мне очень важно, чтобы они, во-первых, новые вещи попадали на блоки магазинов, и, конечно, мне очень-очень приятно, когда там приходишь в магазины, во-первых, тебя узнают продавцы, они говорят там, вот ваш сервис, например, этот минный там или еще какой-то, что, ну, так пользуются спросом. Конечно, это такой… Ну, понятно, что ты поработала не зря, это очень-очень приятно. Ну, что ты как-то… Не только в своем настроении, не только как бы сам удовольствие получил, но и другим его доставил. Вот. Ну, вот я считаю, что вот это вот как раз… Вот в этом моя такая вот чистая заводская принадлежность и производственность и есть. Юля, а вы расскажите нам вот про вот «Лазовый»… Не про «Витя», а вот что… А, да, да, «Садовый»… Вот про «Витя»… Нет, тут про «Витя»… 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 А, да. Ну, вот это как раз… Вот то, что я говорила про театр, предметов, внутри как бы каждого… Каждого сервиза, то для меня всегда совершенно… Совершенно таким… Мы превзойденным по красоте и по как бы решению сервизом. То есть моим любимейшим сервизом является сервиз «Лапшина» «Черный и розовый». Потому что мне кажется, что в нем заложено просто… Ну, просто на все время вперед, как бы все… Ну, такой… Какой-то невероятный диапазон возможностей росписи. То есть он как бы настолько, как никто другой увидел эти предметы в пространстве, то есть там настолько… Вот там тоже какие-то, мне кажется, какие-то… Элементы… То есть какое-то начало вот этого замечательного какого-то… И в армии это есть. То есть когда вот предметы взаимодействуют настолько интересно между собой, что как бы каждый предмет настолько дополняет их. То есть это просто как… Один предмет как будто бы отбрасывает… Как-то играет светом и тенью на другом предмете. Вот это черное и розовое… Игра черного и розового на этих предметах… Для меня это просто… Такой год, например. Это год. Какой-то… Чуть ли не двадцать третий, что ли. Может так? Ну вот тут что-то такое. Причем да, это настолько как бы вещь давно сделанная, но она настолько современная, изысканная, красивая. И у меня поэтому даже была такая серия вещей. Вот, например, был комплект такой, который был сделан днем, ой, году рошади 12 лет назад. Там изображены лошадки, но они такие черные, розовые и черные с розовым. Называются «Зорька», «Ночка» и «Вечерок» где-то, где лошадки черные с розовым. Это вот мои, так сказать, мой… Вред. Моя попытка, так сказать, то есть мое дань уважения. И вот этому прекрасному сервизу «Лапшина». Мне кажется, что это просто сервиз всех времен. И вот эти вот вазы, которые из коллекции Вадима и Нины, «Черные с розовым», это тоже очередная попытка, так сказать, поиграть в сервиз «Лапшина». Это такой пиар от наших вазов. А вот этот, да, вот этот интересный сервиз. Дело в том, что я в прошлом летом была на симпозиум по росписи фарфоров в Прибалтике. И там это было очень интересное мероприятие. Туда тоже приглашались расписывать фарфоры люди, которые, ну вот как на Академии фарфора, не имеют к фарфору, в общем-то, никакого отношения. То есть это замечательные художники. Многие из них профессора Рижской академии искусств. То есть профессор графики, он учитель и не заведующий кафедрой графики. Его жена, замечательная супруга. Человек Арис Сиглиндж, который занимается формой, очень известный в Латвии художник, художница из Литвы. И вот, значит, Арис специально для этого симпозиума сделал форму вот эту вот интересную, очень, на мой взгляд, вот такая вот, такая у меня какая-то японская и европейская. Вот даже сам по себе предмыслил, это прекрасно, что не хотелось. Все его расписали отдельно тоже, как такой арт-поект. Да, вот так вот даже должен быть. Вот такой вазочкой, да, таким тростником. Вот. И я там тоже получила такой, невероятный заряд какой-то, такого желания, тоже работать в каком-то таком вот. То есть, меня что поражает, что они все расписывают фарфор. То есть, вот они как будто бы, как бы не зная традиций, они подходят к фарфору настолько трепетно, живо. То есть, с одной стороны, это для них такое неизвестное, какое-то, знаете, такое минное поле, то есть, какой-то такой неизвестный, но притягательный материал. То есть, и они, и это такие настолько свободные люди, то есть, они расписывают его, как будто бы они никогда не видели бабушкиной чашки, там, дедушкиного сербиза. То есть, они совершенно не отягощены никаким знанием традиций и никаким мастерством вот росписи. И у них получается настолько изысканный и потрясающий фарфор. И, конечно, я попыталась тоже, то есть, попыталась им подражать, как-то уйти от какой-то такой традиционной такой литературности и такой как бы жесткой орнаментики. И вот как бы специально даже для сегодняшнего события. поэтому у меня вот эта коллекция была создана такая вот, какая-то, как мне показалось, такая настроенческая, живая, такая легкая. И мне бы хотелось, чтобы какая-то трибельная она была. Иль, а крышечки-то нет у чайничка? Нет. Нет. Вот все спрашивают, а как его брать, а чем закрывать? Я, у меня не могу ответить на эти вопросы. Почему? Красиво. Да. Ну, надо. Просто я себе. Да. Мне почему-то показалось, что это должно быть, какой-то зеленый чай, какой-то такой... Почему-то мне наоборот представилось, что эта вещь абсолютно для какой-то чайной церемонии, абсолютно такой неторопливой, что какой-то вкусный зеленый чай, вот эти пиалушки такие. Да, вот так, что с руками держать? Да, это вообще трясок. Да. Может быть, когда я пошел. А что заваливать там? А не надо, это подсвечник. А, да, отдельно вазочек. Конечно. А если свечу поставить? Да, подсвечник. Конечно, да. Все наверно? Да. Там дно. Все зло. Да, зло. Да, зло. Да, зло. Красиво. Да. Красиво. Очень. В таком же примере стилистики, в комплекте с бутылкой рыбы, например, ну, что-то такое похоже, в таком же настроении, скажем. Юль, скажите, пожалуйста, для публики, которая не стесняется спросить, а продается что-нибудь из того, что вы там показываете, или просто вы нам показываете, и немедленно спрячете и увидите? Кроме тукана с бутылкой и вещей, которые принадлежат линии Вадима, это вот шкатулки и вазы, черно-розовые, все продается. Давай. Вот такое неплассное, просто то, что не с детьми.